Хей, ватсап, с вами как всегда я Бадмен и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте NextRP, по ссылочкам в описании сможете найти где его скачать, а также промокод, который будет вам давать стартовые бонусы на этом проекте, на сервере центральный, переходи в описание. В прошлом видеоролике мы тюнинговали с вами черную молнию, которая ехала 260 км в час, и надеюсь, что этот тот чувак не задумался тырить мою машину, убегай, уходи, уходи, вот. И сегодня мы будем тюнинговать Хонду Цибик, вы ее написали в комментариях под предыдущим видеороликом, и убедительная просьба написать какой-нибудь дешевый автомобиль, мы сейчас закончим с автовазовскими, я знаю, что это не автовазовская машина была, не надо мне это писать, я даже название указал, что это ГАЗ, я знаю, что это не автовазовская. Пишите автовазовские транспортные средства, напоминаю, мы тюнинговали Акушку, Четырку и Черную Молнию, и другие машинки можете написать, мы закончим с ними, потом перейдем на средний класс, потом на элитный и так далее, то есть мы все машинки постараемся тюнинговать в этой замечательной рубрике. Сегодня мы будем тюнинговать Хонду Цибик, и я перехожу к автосалону, ставьте лайки, пишите комментарии, какая машина должна быть следующей, и мы начинаем, поехали! Ну что, вот мы в автосалоне, она продается в Тойота Центре, Хонда Цибик, забегаем и приобретаем наше замечательное транспортное средство. Так, смотрим, Черная Молния, максимальная скорость у нее была 172, ох-ох-ох, смотрите, мощность 140, максимальная скорость 200 км в час, нифига себе. Цвет, наверное, оставим синеньким, хотя и в сереньком она неплохо смотрится, и в черненьком, и в красненьком, но мне синенький больше нравится, поэтому покупаем ее в синеньком цвете за 649 тысяч. И сейчас я отправлюсь замерять скорость на этом автомобиле на прямую дорогу, посмотрим, сколько она едет в стоке, и сколько она будет ехать после тюнинга, потому что после тюнинга как раз-таки всех интересует, какая разница между стоковой и фулл-тюнингованной. Но разгоняется она уже неплохо, до сотки, ну, не так, как хотелось бы, конечно, но черная молния тоже не очень-то шустро разгонялась, поэтому передвигаюсь на прямую дорогу и замеряем максимальную скорость. Ну что же, вот мы и переместились на прямую дорогу, сейчас замеряем ее максималку, потом едем в тюнинг-центр делать ей внешку, внутренний тюнинг и все остальное. Ну что, посмотрим, на что ты способна, малышка, давай, разгоняемся. Ну, медленно набирает скорость по сравнению с той же самой черной Волгой, но, думаю, после тюнинга она покажет очень хорошие результаты за свои деньги. То есть, в стоке она стоит 600 с лишним тысяч на 150 тысяч больше, чем Волга. Пока что я вижу скорость 140, 150, ну, очень медленно набирает, не знаю, сможем ли мы на этой дороге выжать максималку, хотя она и прямая, довольно-таки длинная. 200 вижу, 200 километров в час едет она максимум в стоке, ребята. Все, зафиксировали это для себя и теперь передвигаемся в тюнинг-центр и делаем из этой малышки скорость, наверное, будет 200. И давайте делаем ставки. Делаю ставку, что будет скорость у нее, наверное, километров 280-290. Так что, ребят, напишите в комментарии, вот сейчас прям поставьте видео на паузу и напишите, какая скорость будет после тюнинга. Только не жульничай, я за тобой слежу. Поехали. Вот мы и переместились в тюнинг-центр и, наверное, начнем с внешки, потом перейдем к внутреннему тюнингу и посмотрим, что у нас из этого получится. Сколько стоит внешний тюнинг на данный автомобиль. Задний бампер, поехали. Смотрим, какие задние бампера у тебя имеются. Нифига ты сасная будешь. Слушайте, мне это уже начинает нравиться. Давайте, блин, ну это вообще как-то выглядит странно. Конечно, прикольно, но странно. Я бы выбрал, наверное, третий. Третий или первый, пацаны. Блин, даже не знаю. Давайте посмотрим, какие еще комплектующие есть. Типа, допустим, передние бампера как выглядят, чтобы отталкиваться от переднего бампера уже, что у нас может получиться. Окей. Окей. Но на самом деле мне симпатизирует, опять же, первый, третий вариант. И пятый смотрится тоже неплохо. Даже не знаю. Наверное, я возьму себе первый вариант. Пускай будет первый. Так. Окей. Добавляем первый вариант. Заходим в задний бампер. Также оставляем первый вариант. Заходим в боковые юбки. Боковые юбки тоже под первый вариант лучше оставить, думаю. Хотя вот так вот тоже неплохо выглядит. Но лучше, чтобы все было в один стиль. Капот. Капот тут только один. Капот сохраняем. Она приобретает уже сосный вид. Мне уже она нравится. Спойлера. Спойлер, спойлер, спойлер. Даже не знаю, какой из них поставить. Ну, первый он выглядит не очень, как по мне. Я бы предпочел, скорее всего, вот этот вариант. Он мне больше симпатизирует. Ну, как-то вот так она получается. Ну, выглядит прикольно, но мне не нравится все-таки. Давайте переместимся и заменим ей задний бампер на четвертый или пятый. Нет, давайте. Блин, я даже не знаю. Давайте сделаем пятый. Окей. Хотя он мне не так сильно нравится, как первый вариант. Но вот в этом стиле она выглядит намного симпатичнее. Мне так кажется. Так. Боковая юбка тоже будет, пускай, вот такая вот. Да. Вот это вот лучше всего сюда подойдет. И вот так она выглядит более строго, что ли, я не знаю. Ну, вот так вот она мне больше импонирует. Оставим так. Тут суть этой рубрики не только во внешнем тюнинге. Нам надо посмотреть, сколько всего выйдет стоимость просто внешки. А остальное уже посмотрим. Ну, колеса ставить пока что не буду. Они, в принципе, нам... Хотя, надо поставить, наверное, что-нибудь. Вот эти офигенно смотрятся на ней. Как по мне. Вот эти тоже неплохо. Ну, мне вот эти больше приглянулись. Вот эти пускай останутся. Сколько миллион они стоят? Нифига. Не-не-не-не-не. Для пацанов это слишком дорого. Поэтому надо подобрать какие-то, чтобы вам было комфортно их приобретать. Ну, вот эти вот еще более или менее. Давайте вот эти оставим. То есть, внешний тюнинг, капот. Сами видите все цены. Колеса 250 тысяч. Я покупаю. Оставляем такой. То есть, у нас вышла сумма 400 с лишним тысяч рублей. Теперь переходим к внутреннему тюнингу. Сейчас я закину себе немножко денюшек. Для вас это займет доли секунды. Для меня это займет какое-то определенное время, чтобы я пополнил счет и закинул на внутренний тюнинг данной замечательной машины. Все, ребятки, я пополнил свой счет. Переходим к внутреннему тюнингу. У меня тут остались детали от прошлых тюнингов данных автомобилей. Но здесь нет ни одного пятого. То есть, это класс Б машин уже. И мне надо сейчас будет выбивать пятый класс... Ой, класс Б. Пятый двигатель, трансмиссию и так далее. Поехали. Шины. Но мне кажется, здесь намного меньше шанс стоит на выбивание того, что мне нужно. По полмиллиона стоит одно открытие. И это жесть. Просто полмиллиона. И мне ничего не падает. Вы серьезно? Вы просто серьез... Серьезно? Вообще ничего. Я уже потратил половину денег, алло. Вы серьезно сейчас? Просто камон. Как так? Сколько уж мне денег не придется влить в эту машину? Это просто жесть. Это самое неудачное открытие кейсов, которое у меня было на тюнинг. Это жестоко. Слишком... Слишком жестоко для меня. Алло. У меня столько денег не будет. Алло. Пятый давай. Это что за обдиралово? Верните деньги, алло. Трансмиссия пятая. Спасибо. Чиповка пятая. Пошла жара. Двигатель пятый. Прям меня услышала игра. Слышите? Слышите, что она творит? Вы видите, как это работает? Стоит начать на нее выеживаться, она выдает нормальные комплектующие. То есть мы уже нашли движок пятый. И все с последних открытий. Это как так? Как это работает? Шины. Просто жесть. Столько денег с меня высосало. Сейчас еще надо закидывать. Алло, у меня столько нету. Я сейчас бомжом останусь. Я буду бибу сосать на дошираках жить. Алло. Хотя дожки и до богов. Ладно. На дожках это еще приемлемо. Так. Но все равно бибу сосать-то я не хочу. Так. У меня остался турбонадув, тормоза и подвеска. Так. Докидываю еще денег, ребят. И постараюсь ее до конца зафулить. Потому что сейчас, как вы видите, она высосала из меня вообще все мои финансы. И я не знаю, что делать. Надо ее дофулить. Потому что я вам пообещал. Но пишите в следующий раз автоваз. У меня пока что столько денег нет, пацаны. Камон. Пожалейте. Все. Переходим к оплате снова. Потому что я уже закинул 7000. И надо еще докидывать. Потому что она все высосала с меня. Я закинул последнее, что у меня было. Ну, как сказать. И свободных денег, чтобы затюнить все вот это добро. У меня осталось 9 миллионов. И если я сейчас не выбиваю хотя бы турбонадув пятый, это просто фейл. Это будет тотальный фейл. Двигатель пятый. Окей. Мы еще продадим запчасти оставшиеся. Да. Помню, вы писали, что их надо продавать и так далее. Но как бы окей. Мы продадим эти запчасти, чтобы... Ребята не писали, что я забыл что-то и так далее. Но мне сейчас надо выбить хотя бы турбонадув. Потому что он очень сильно повлияет на скорость. На максимальную. Да у меня есть двигатель. Не давай мне двигатель. Тормоза. Тормозов у меня нет. Окей. Окей, окей. Так, переходим к тормозам. Ставим сразу тормоза. И как только кончатся деньги, я продам все. Чтобы дооткрывать последние тюнинг кейсы. Потому что мне категорически не хватает. Да опять двигатель. Да куда мне столько двигателей? Я был бы рад, если бы это можно было. Какой-то проект на ютюбе от блогера какого-нибудь, да? Чтобы я мог напихать сюда хреновую тучу наших замечательных двигателей. Как этот делал Гараж 51. Когда они два движка пихали в машину. Ну я так не могу делать. Алло, хватит мне пихать то же самое. Дай турбину. Да турбину мне дай. Ешь ты, мы самое неудачное открытие кейсов, как по мне. Подвеска пятая. Подвеска вот нужна, да. Без подвески никуда. Подвеска. Но осталось турбонадув сделать. Ребят, давайте я к вам вернусь, как только продам все лишние запчасти. Ну, повторы, которые валяются у меня. Чтобы добавить денег. Запоминаю, у меня один миллион. Сейчас продаю все детали. Посмотрим, сколько у меня сейчас появится финансов на тюнинг этого автомобиля. Ну что, ребята, я продал все детали, кроме красных и одного четвертого турбонадува. На всякий случай его оставлю, если сейчас мне ничего не выпадет. У меня есть миллион восемьсот, то есть три открытия. И если мне не везет, то мы ставим четвертый, к сожалению, турбонадув. И у меня просто не хватает денег уже. Оставляю эти комплектующие для будущих тюнингов для класса Б. То есть, когда мы закончим с автовазами, перейдем на класс Б, чтобы у меня была какая-то база, чтобы я не так много денег тратил. Чтобы у нас было все чуть поживее. Так, открываем и надеемся на турбонадув пятый, пацаны. Подвеска пятая. Ну окей, пригодится. Подвеска третья на продажу сразу. Мне не повезло, пацаны. Мне не повезло. У меня на донате осталось 300 рублей. Я сейчас их переведу. 329. Последние деньги. Осталось еще одно открытие. И я очень молюсь автомобильному богу, если он есть, чтобы он мне дал турбину пятую. Тормоза пятые. Ну ты, конечно, молодец, парень. Ты, конечно, молодец. 25 тысяч. Просто за такие детали по 25, по 11 дает. То есть у меня не хватает денег. Пацаны, ставим четвертую турбину. К сожалению, до максималки мы выжать машину не смогли. Прям на фул. Но у меня турбонадув только четвертый. Так что, думаю, пятый не так много будет. Давайте, кстати, посмотрим, сколько дает пятый турбонадув. Он дает 19. 19 и 29. А этот дает 15 и 26. То есть всего лишь на 4 километра в час больше. То есть к той скорости, которая у нас будет, прибавляем примерно 4 километра в час. Округлим, ладно, до 5. То есть в запасе держим 5 километров в час максималку. Ну что, передвигаемся на прямую дорогу. Замеряем теперь, сколько едет наша Honda Civic. И смотрим, что из этого получается. Ну что, господа, вот мы и выехали напрямую. И сейчас будем замерять максимальную скорость Honda Civic, но с четвертой турбиной. Потому что до пятой я ее догнать, к сожалению, не смог. Денег я в нее влил просто катастрофически много. Больше 15 миллионов. 19 миллионов мне вышел тюнинг Honda Civic, чтобы вы понимали. 19 миллионов я потратил. Просто жесть. 19 миллионов. Это любая люксовая тачка, пацаны. Поставьте лайк за старания, за такие вложения. Чтобы вам было интересно и вы знали, сколько максимум может ехать любая машина на этом проекте. Очень много сил в это вкладываю. Очень много финансов и прочего. Поэтому жду от вас поддержки и репостов этого видосика. Ну что, разгоняем эту машину. Посмотрим. Ну, до сутки она разгоняется медленнее, чем черная молния. Это я уже могу с уверенностью сказать. Возможно, из-за турбины. Но я не уверен. Абсолютно не уверен. Едем 200 уже. 217. 240. 250. 270. 300. 300 километров в час. Ах ты ж, жесть, вжахался. 300 километров в час летит Хонда Цивик, пацаны. На таком тюнинге, то есть с четвертым турбонаддувом. Если бы был бы пятый, думаю, ровно 300 мы смогли бы выжать из этого транспортного средства. Но те средства, что я вложил на открытие вот этих кейсов, это 19, мать его, миллионов рублей. Это, чтобы вы понимали, это Хуракан, по-моему, если я не ошибаюсь. По стоимости. 19 миллионов стоит Хонда Цивик, которую вы сейчас видите. Самая дорогая Хонда Цивик на всех серверах NextRP, походу. Ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Пишите в комментарии автовазовскую, именно машину, которую будем тюнинговать в следующем видеоролике. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Бэдмен. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.